Сфинкс Сфинкс Когда их нашли в Филлах, открыли глаза и посмотрели на этот мир, цукнули, закрыли. После этого их привезли в Петербург. Когда их привезли и установили, они тоже открыли глаза, смотрели и опять закрыли. Говорят, что тогда, когда они откроют глаза, ну, будет не очень хорошо. Действительно, очень много легенд по поводу сфинксов ходят по Петербургу. Ну, вот одна из легенд говорит о том, что 8 февраля 1899 года тут была демонстрация. Ну, она была студентой, на что тут боролись. Ну, и самое интересное, что, да, и все это происходило около сфинксов. И разгоном демонстранцев руководил начальник Петербургского охранного отделения. Так вот, самое интересное, фамилия его была, Пирамидов, круто, да, по поводу отбитых подбородков. Говорят, что здесь был колодочник, то есть, ну, обыкновенный, там, городовой, который ходил. Ну, и будучи в нетрезвом состоянии, он же любил всех бить. И вот он по подбородкам врезал. Одного, второго сфинкса. У него сфинксов откололись в бородки. Вот еще такая легенда. Сфинкс взирает на него. И на все плевать ему. И на свой почетный плен. И на ветер перемен. Ну, все эти различные рассказики я беру о Петербурге, о Васильевском авторе. Я беру, в частности, из книг очень замечательного автора Синдаловского. Он действительно пишет очень красиво, здорово. Я, ну, по мере возможности, конечно, постоянно ее читаю. Очень интересно. Кто любит Петербург, может почитать эти книжки. И просто, ну, просто очень здорово. Всем рекомендую. Ну, вот, тихо-тихо мы прошлись, посмотрели на наших сфинксов. В нашем Васильевском авторе, который находится около Академии художеств. Кстати, здесь ходит котировок такой. Вот в прошлом году это 100 рублей стоило. Такой бутик туристический. И прямо вот от Академии художеств можно на него сесть и рвануть к Ленскому вокзалу. Посмотреть город с ним. КОНЕЦ КОНЕЦ А вот это грифоны, это мифические крылатые существа с головой льва. Точнее, с туловищем льва. Я бы сказал так. Не когти еще есть. Еще есть такая легенда, что если погладить этого парня по голове и взять за левый зуб, то все желания исполнятся. Поэтому я достаточно часто захожу и вложу. Фотографии есть, как покажу. А еще в конце 19 века они исчезли. Вот видно на картине 1894 года художник Гефтлер. Только в 1958 году по старым картинкам их отлили вновь и поставили на место. Вот так вот. Надо сказать, что сфиксы были доставлены в 1832 году на итальянском корабле Буэна Спиранца или Добра Надежда. Истание 23 тонны. И сначала, когда их нашли, их хотели перекупить французы. Точнее, купил у Франции их. Но наш русский офицер Андрей Муравьев, который все это увидел, быстренько сообщил, кому положено. И их перекупили за 62 тысячи рублей. Вот так-то. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!